Вас снова приветствует канал Видеоньюз и мы продолжаем публикацию серии видео обо всем интересном вокруг нас. Сегодня по просьбе одного нашего уважаемого пользователя, мы снова возвращаемся к теме объектов Солнечной системы, в рамках которой расскажем вам об открытой в начале 2021 года относительно яркой комете C-DROP 2021-A2 Neowise. Конечно же увидеть невооруженным глазом эту комету даже на пике ее видимой яркости не получится. Однако астрономы-любители при наличии телескопов с апертурой от 120 мм смогут ее весьма успешно наблюдать в умеренных широтах северного полушария, начиная с конца января 2021 года. Эта комета была открыта при помощи космического телескопа NASA Neowise, который сравнительно недавно был, так сказать, реанимирован и переквалифицирован для выявления объектов, приближающихся к Земле. Отсюда, как вы все понимаете, и собственное название присвоенное этой комете. Попутно скажем, что C-DROP 2021-A2 ничего общего кроме собственно названия Neowise не имеет с яркой кометой C-DROP 2020-F3, которая по праву стала украшением ночного неба в 2020 году. Официальной датой открытия C-DROP 2021-A2 является 3 января 2021 года. Мы вам уже рассказывали о комете C-DROP 2021-A1 Leonard, которая стала первым таким объектом открытым в 2021 году. А вот об обнаружении кометы Neowise было сообщено на несколько часов позже, поэтому она на втором месте в списке кометных открытий с присвоенным индексом A2. К слову сказать, тогда среди астрономов как любителей, так и профессионалов разгорелась дискуссия о том, почему ни один наземный телескоп в южном полушарии не заметил достаточно яркую комету Neowise ранее, а все лавры ее первооткрывателей достались орбитальному телескопу. В этом свете обсуждался вопрос об эффективности и степени функциональности наземных средств наблюдения, работающих по выявлению объектов, приближающихся к Земле. Что же известно об этой комете на данный момент? В принципе, то не очень-то и много. Известно только то, что C дробь 2021 Neowise пересекает плоскость эклиптики, двигаясь, образно говоря, снизу, то есть южной части Солнечной системы. Ее орбита наклонена все к той же плоскости эклиптики под углом почти в 107 градусов. Сейчас трудно сказать, эта комета новая, впервые подлетающая к Солнцу, или же эта комета старая, уже побывавшая тысячи лет назад в окрестностях нашего светила. Скажем так, пока что она ведет себя как новая, однако по ее орбите трудно пока что делать какие-то выводы. Яркость кометы растет динамично при приближении к Солнцу и Земле. Примерно с 14-й звездной величины она уже выросла до 11-й, а в период наиболее благоприятного наблюдения за ней она может вырасти даже до 9-й. Света говорит о том, что на ее поверхности все еще много летучих веществ, а раз так, то она вполне может быть новой кометой. В то же время новые кометы движутся по гиперболическим орбитам, а в данном случае орбитальный эксцентриситет составляет 0,999, что более близко к параболе. А это, как ни крути, один из признаков старой кометы. Перегелий своей орбиты C-2021A2 Neowise достигла 22 января, пройдя от Солнца на расстоянии в чуть более нежели 1,4 астрономической единицы. С определением Офелия не все так однозначно. Если брать параметры орбиты до сближения с нашим центральным светилом, то тут его значение 5,475 астрономических единиц более чем поражает. Как собственно и орбитальный период, который в этом случае легко переваливает за 140 тысяч лет. Если же учитывать незначительные изменения в параметрах орбиты, появившихся в результате гравитационного воздействия Солнца, то здесь орбитальный период может существенно уменьшиться, как собственно более скромным могут стать и значения Офелия. В источниках, описывающих природу и полет кометы C-2021A2 Neowise на момент записи и выхода этого видео точных данных на этот счет не было. Первоначально комета C-2021A2 Neowise была обнаружена несколько южнее южного склонения в 48 градусов в направлении созвездия парусов. После чего она заметно уже поднялась севернее и в конце января, начале февраля 2021 года будет хорошо наблюдаться и северного полушария, когда сблизится с Землей примерно на чуть более нежели в половину астрономической единицы. Предполагается даже, что в это время ее можно будет наблюдать на небосводе не только при помощи телескопов, но и даже в бинокли с хорошей кратностью. Хочется надеяться, что это не излишний оптимизм. В конце января комету следует искать в созвездии Карма, а вечером 2 февраля ее можно будет увидеть рядом с рассеянными звездными скоплениями М46 и М47. В дальнейшем комета продолжит свое смещение по небосводу в северном направлении, существенно теряя в яркости. В любительские телескопы с небольшой апертурой за C-2021A2 Neowise эффективно можно будет наблюдать вплоть до начала марта. Потом понадобятся для этого более мощные телескопы. А примерно с конца сентября для наблюдения за объектом без телескопов обсерватории обойдись уже не получится. В завершении лишний раз скажем довольно тривиальную истину, что кометы это самые непредсказуемые объекты в Солнечной системе. И то, что мы вам сегодня рассказали в этом видео, может произойти на практике, а может и нет. В качестве примера приведем кометы 2020 года C-2019Y4 Atlas и C-2020F8 Swan, которые также подавали надежды астрономам плане наблюдения за ними. Однако, произошло все не так, как планировалось. Они попросту рассыпались на фрагменты, не выдержав сближения с Солнцем. Поэтому в случае с C-2021A2 Neowise только лишь приходится верить в то, что у нее все получится, да и еще уповать на ясную погоду. На этом канал VideoNews желает вам приятных астрономических наблюдений, благодарит всех вас за внимание и надеется, что наш рассказ стал для вас полезным и интересным. Смотрите нас на видео, ставьте лайки, комментируйте увиденное и услышанное, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями. Смотрите нас на видео. Продолжение следует...